МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АСИБИСИ, время программы «Экономика дня». С вами Хайла Мамедва. Здравствуйте! Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Об этом заявил президент Ильхам Алиф, принимая в Баку делегацию во главе с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком. Тема дня – сотрудничество Азербайджана с европейскими финансовыми учреждениями и бизнесом. У нас в гостях глава представительства Европейского союза в Азербайджане, господин Кестутис Янкаускас. Здравствуйте, господин посол, и спасибо, что приняли наше приглашение и пришли сегодня к нам в студию. Здравствуйте. Господин посол, вот вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак находился в Баку с визитом 25 сентября. В тот же день его принял президент Азербайджана Ильхам Алиф. На этой встрече также находились вы. Официальный представитель Европейского инвестиционного банка подчеркнул важность визитов и встреч с целью выявления дальнейших возможностей сотрудничества. О каких возможностях идет речь и о чем удалось договориться на встрече с президентом Ильхам Алифом? На повестке дня стояли два вопроса. В первую очередь, заинтересован ли Азербайджан брать в будущем кредиты, пользоваться услугами инвестиционного банка? И в каких областях, если ответ на первый вопрос положительный, в каких областях возможно это сотрудничать? Мы услышали от господина президента, что да, ответ позитивный, как вы уже и обозначили. Ваша страна заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, который в нынешний момент является самым крупным кредитором двух очень важных для Азербайджана и для Европы энергетических проектов ТАПа и ТАНАПа, то есть Южного газового коридора. В этой сфере решение уже принято и ведется работа над практическими деталями этих кредитов, то есть все идет позитивно и действительно финансовое обеспечение на нынешний момент этих работ, которые предстоит еще сделать, полностью обеспечено. Какие же другие области? Господин президент обозначил несколько таких областей. Это и энергетика, опять же, но энергетика в первую очередь альтернативная и энергетикой возобновляющиеся энергетические ресурсы. В сфере возобновляющейся энергетики, потому что это полезные окружающие среди и экономики, у банка существуют очень хорошие условия, то есть могут финансироваться до 75% проектов, в других случаях до 50%, то есть условия достаточно хорошие. Другая область, которая была обозначена, это транспорт, транспортные коридоры, включая и свободные экономические зоны, также диверсификация экономики, в первую очередь сельское хозяйство, малый и средний бизнес, развитие тех предприятий, а также предприятия в области Петрохимии. Может быть, я назвал не все, что было обозначено, но мы рады тем, что было обозначено достаточно много областей. Что дальше, по возвращению господин вице-президент, его команда подготовит ответное письмо, обозначит те области, которым самые интересные, перспективные с точки зрения Европейского инвестиционного банка. Я думаю, что в ближайшем будущем, наверное, в октябре месяце в Баку приедет повторная миссия уже на более рабочем уровне и будет обсуждать детали, разные проекты и так далее. То есть у нас есть хорошая перспектива на сотрудничество. Вот говоря о перспективе на сотрудничество и о повестке дня, которую вы озвучили, предлагаю по порядку начать. И с первого пункта это энергетическое сотрудничество. Европейский инвестиционный банк, как вы отметили, выделил в этом году два кредита. Первый на ТАП, трансадриатический газопровод, который также является частью Южного газового коридора проекта. Второй на ТАНАП. В первом случае это в феврале было полтора миллиона евро. А во втором случае 932 миллиона евро это уже на ТАНАП. кредиты эти уже выданы или это будет как-то по частям происходить? А сейчас разрабатываются детальные договора. То есть решение по ним принято, но пока сами средства еще не поступили. У господин вице-президент встретился с руководителями и представителями ИСОКАРа и правления ТАПа. Оценили ведущуюся работу и с обоих сторон есть желание ее продолжить. Она продолжается в нормальном рабочем режиме. Есть еще возможность выделения финансовой поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка. Обсуждались ли на другие энергетические проекты или выделить больше средств на перечисленные нами энергетические проекты? В настоящее время не было обозначено большей потребности с аккредитирования именно этого проекта. А по другим энергетическим вопросам, наверное, по возобновляющимся у нас будет еще встреча в октябре. Я думаю, что в этой сфере действительно возможности работы очень большие. Вот как раз тогда, продолжая по пунктам, второй пункт это возможности сотрудничества Европейского инвестиционного банка, международных европейских финансовых учреждений с Азербайджаном в области возобновляемых и альтернативных источников энергии. Как вы отметили в начале нашей беседы, мы с вами об этом уже говорили, действительно, в одной из наших передач. И совсем недавно вы совершили визит в Нахчеванскую автономную республику, где прошел бизнес-форум, и на котором вы отметили также большие возможности Нахчевана именно в развитии альтернативных и возобновляемых источников энергии. Заинтересован ли тот же Европейский инвестиционный банк в реализации каких-то, может быть, проектов совместных с Азербайджаном, с Нахчеваном в области альтернативных источников энергии? Да, действительно, на бизнес-форуме, который у нас прошел, председатель и министры сельского хозяйства экономики нам представили свои достижения, то, что у них производится, какая продукция где экспортируется. И было очевидно, что для того, чтобы дальше развивать экономику этой автономной республики, наверное, экспорт очень важный. Экспорт куда? У них есть прямой выход на Турцию, через Турцию в страны Евросоюза. И пока в них вывозится достаточно мало. Я думаю, что потенциал очень большой, потому что продукты действительно, в первую очередь, сельскохозяйственные продукты, но не только. Потенциал есть. Но как их сертифицировать? У них сейчас уже работает лаборатория, которая сертифицирована латышами на сельскохозяйственную продукцию, что помогает им выходить и на разные выставки в Европе. Но чтобы увеличить эти объемы продукции. У нас и увеличить, то есть дальнейшую работу такую, какая она ведется в других регионах Азербайджана. Вот уже первый проект назревает с министерством по консультациям с министерством экономики автономной республики. Мы на встрече обозначили, что сейчас происходит с другими регионами Азербайджана и что могли бы наши нахчеванские коллеги использовать. Я думаю, что после этой встречи, опять же, у нас будет follow-up и будет больше сотрудничества, которое будет взаимно выгодно. Мы желаем вам в этом успехов. Господин посол, продолжая тему дня и продолжая повестку дня, которая была с Европейским инвестиционным банком у Азербайджана на этих днях, там также говорилось о сотрудничестве, о возможном сотрудничестве. Одно из них мы с вами обсудили, это возобновляемые альтернативные источники энергии, но также вы упомянули транспорт, сельское хозяйство, даже инфраструктура. Здесь какие определенные возможности имеются и может быть все же какой-то проект был обсужден, конкретный какой-то проект в этих областях или пока только переговоры и возможности будут в октябре известны? Более конкретные возможности будут определены во время следующего визита. Что было нам важно на сегодняшний момент, это узнать, есть ли заинтересованность брать кредиты дополнительные, потому что сейчас, как мы знаем, у вас достаточно жесткая политика кредитирования, чтобы не увеличить государственный долг. Но, как мы знаем, тоже кредиты, они нужны для того, чтобы помочь развитию экономики. У вас есть и собственные средства, но для привлечения и грантов, и инвеститоров, дальнейшее кредитирование и сотрудничество с международными финансовыми организациями и также их присутствие при внедрении больших инфраструктурных проектов, наверное, выгодно, потому что это помогает убедиться в том, что эти проекты внедряются при четких международных правилах. А заинтересован сегодня Азербайджан, вот вы упомянули, что привлечение дополнительных кредитных средств, в том числе от Европейского инвестиционного банка. Да, вот именно такой ответ мы и услышали от господина президента на этот вопрос. Это то, что мы обозначили, что расширение сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Да, ответ позитивный и тоже было обозначено то, что уже и на сегодняшний момент в главных отраслях стратегических объектов работает много европейских компаний и инвестиции из Европы дальше будут приветствоваться. Азербайджан неоднократно приветствовал именно привлечение европейских компаний и говорил, что мы поощряем участие стран ЕС в ненефтяном секторе экономики и министр наш Шахин Мустафаев призывал европейские компании участвовать в этой свободно-экономической зоне АЛЯД. Ее планируется уже скоро запустить. Приняты все законодательные акты в этом направлении, создана рабочая группа. Здесь какие возможности видят европейские предприниматели, европейский бизнес в сотрудничестве с Азербайджаном именно на территории свободной экономической зоны АЛЯД? Я не сомневаюсь, что европейские компании будут заинтересованы в этом, потому что это не только вот когда мы говорим о транспортном хабе, о перевозках и юг-север и запад-восток. Мы же говорим не только о транзитных пошлинах, которые скажем будут подплатить Азербайджану те, которые будут использовать или железную дорогу, или дороги Азербайджана, порт и перевозки. В первую очередь прибыль от этого транспортного хаба создается тем, что вокруг него развиваются самые разные услуги. Это привлечение бизнес, это и перегрузка, и самые-самые-самые разные услуги, которые предоставляются вот этому бизнесу, чтобы прикладная работа, которая должна проводиться, она проводилась бы здесь у вас. Таким образом возможно привлечь и инвеститоров, и тех, которые перевозят, и тех, кто предоставляет услуги и так далее. Как этого достичь? Наверное, все, которые смотрят, как на перспективу прихода сюда, задаются вопросом на основе каких правил здесь ведется игра. И результат этой рабочей группы именно и будет ответ на то, как это будет создано, в каких правилах это будет существовать. Если уже говорим о торговле как такой, в мире существует правило Всемирной торговой организации, в которой Евросоюз наверняка, но и другие страны хотели бы видеть Азербайджана членом, я думаю, что это все же остается на перспективе будущих работ, в самом скором будущем, потому что именно это и устанавливает правила торговли. То есть это самый меньший уровень, который существует в мировой торговле. И каждый, который хочет заняться торговлей и бизнесом, он в первую очередь спрашивается так, по каким же правилам мы играем. Между участниками этой Всемирной торговой организации, в частности США и Китаем, торговая война. И даже часть аналитиков высказывалась за ту идею, что Всемирная торговая организация отпадет мне необходимость и как таковая она перестанет существовать. Так как вот две страны входящие в эту торговую организацию совершенно не соблюдают те правила, которые в ней есть. Многим организациям многие предрекали очень грустное будущее. Это легко делать. Действительно в разных организациях существуют разные проблемы. На нынешний момент действительно происходит торговая война. Но давайте зададимся вопросом, кому она выгодна. Наверное, в первую очередь мы видим, что война идет между большими государствами. Это США, это Китай, Россия. В какой-то степени пытаются вмешать Евросоюз. Евросоюз по-прежнему твердо и четко остается на позициях мультилятерализма. Все же это союз не только больших, но и маленьких государств. Союз защищает права в торговле маленьких государств и представляет их интерес. Мы верим по-прежнему в мультилитерализм. И мы уверены в том, что другим, небольшим или маленьким странам в этой войне нужны правила. Всемирная торговая организация не только устанавливает и предоставляет правила, она предоставляет и механизм решения конфликта. Другой альтернативы у нас нет. Если это распадется, то, наверное, это будет выгодно очень большим игрокам и будет очень невыгодно маленьким игрокам. То есть Азербайджану, как не такой уж большой стране, наверное, стоило подумать бы о том, что лучше быть, то есть по каким правилам играть и на чьей стороне быть. Потому что одному в этой войне будет очень трудно. Вступление в ВТО в повестке дня азербайджанского правительства стоит. Азербайджан переговоры на этот счет проводит. И самое главное, конечно, это Китай и Евросоюз. Понятно, что если, скажем, после вступления ВТО нашему сельскому хозяйству довольно сложно будет конкурировать сельскохозяйственной продукцией Евросоюза, который субсидируется в значительно большей мере, чем азербайджанское сельское хозяйство. Поэтому я повторяю, Азербайджан не форсирует этот процесс, но я думаю, что в конечном итоге Азербайджан, коль там находится большинство стран мира, будет там. Также сегодня одна из актуальных тем – это выбор какой-то другой валюты для международной торговли. Уйти от доллара. И это обсуждают очень много стран. И в том числе мы в одной из программ обсуждали, стоит ли Азербайджану в международной торговле последовать за со своими соседями и также уйти от доллара в расчетах? Я знаю, что Европейский Союз также рассматривает эту идею, потому что в международной торговле используется вместо евро доллары. Как Вы считаете, стоит ли странам создать какую-то одну, другую валюту, уйти от доллара? И в этой части можно как раз перейти с Вами к электронной коммерции и электронной торговле? В электронной торговле тоже существуют валюты и оплата ведется международной. Да, есть такая идея, что могут вообще просто стать электронные деньги. Наверное, да. Почему же нет? Евросоюз очень рад хотя бы те страны, которые сейчас ввели евро, у которых есть евро. То есть довольны тем, что у нас существует достаточно стабильная и сильная валюта. перейти к евро всегда можно. Но, наверное, доллар все же на предсказуемое будущее останется, как валюта в международной торговле тоже. А самое главное тоже, чтобы у людей и у стран был выбор этой валюты. Говоря о коммерции, а электронной торговле. В электронной торговле все иногда не так понятно и не так четко, как приходя в магазин. Вы правы, очень выгодно, не выходя из дому, покупать и то и другое, покупки и так далее. И сейчас в развитых странах Евросоюза где-то между 80 и 90 процентов людей уже пользуются постоянно этими услугами. А в странах Центральной и Восточной Европы их чуть-чуть меньше, но то есть... Вы сами, господин посол, за электронную все-таки экономику? Я за то, чтобы у всех у нас был бы выбор. Да, я пользуюсь электронной торговлей. Конечно, будучи не дома, то есть многое, почти все мы осуществляем при помощи электронных услуг. Самое главное, чтобы у людей был выбор. Или пойти туда, или пользоваться другими, что выгоднее. Сейчас каждый год объемы электронной торговли в Европе растут где-то на 15 процентов. В странах Восточной и Центральной Европы, которые догоняют, этот рост достигает даже 35-40 процентов. Но что самое главное? Чтобы в этой торговле тоже были бы правила. У Евросоюза есть директива об электронной торговле, которая... Регулирует. Регулирует, какая информация должна быть представлена. Как с рекламой. Когда вы покупаете и вам присылают не то, что вы надеялись, как это возвратить? Как сделать, чтобы вас не обманули, не забрали деньги, ничего не прислали? Потому что, действительно, люди, наверное, хотят идти на те сайты, которым они доверяют. Как этого достичь? Но когда мы говорим о торговле, мы часто тоже говорим о бытовой торговле. Где купить то или то. Мы говорили про свободную экономическую зону, про транспортные коридоры, железные дороги, дороги. Давайте не забывать тоже очень важный элемент. Это открытое небо. Воздушное пространство. Воздушное пространство. Мы тоже, то есть, думаем, что без воздушного компонента, и, кстати, в этой сфере силкой ваши карго авиалинии работают уже очень успешно, но без этого компонента полного габа не будет. Мы поощряем тоже договор. У Евросоюза есть предложение о свободной гражданской авиации, о открытом небе. Я думаю, что, то есть, действительно, сколько я знаю, сейчас происходит рассмотр этого договора в правительстве, и мы надеемся в ближайшее время услышать хорошие новости. Да, вы каждый свой визит и на каждой нашей передаче говорите, что уже очень скоро, да, будет какие-то достижения, и даже срок давали до конца года. Да. До сих пор так? Придерживаетесь этого мнения? У нас намечен диалог по транспорту, который состоится в феврале. Может быть, до конца года, может быть, до февраля. Я действительно остаюсь оптимистом, потому что не только из-за того, что этого хотим мы. Я думаю, что это в первую очередь нужно и необходимо вашей стране. Так что, да, остаемся оптимистами. Спасибо, господин посол, за то, что пришли сегодня и были в гостях телеканала CBC на передаче «Экономика дня». Спасибо. Спасибо вам. Удачи вам и успехов. Я напомню, в эфире телеканала CBC была программа «Экономика дня», и мы обсудили сотрудничество Азербайджана с европейскими финансовыми учреждениями и представителями бизнеса. Теми дня разобраться нам помог Кистутис Иянкаускас, глава представительства Европейского союза в Азербайджане. Я прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok